Ребята, всем привет! А сегодняшняя серия будет освещена сборке окраски вот этой модели от ICM. Это Катюша на базе американского грузовика Chevrolet. И она очень даже неплохо у меня получилась. Так что давайте смотреть, как я ее собрала. А перед этим я хочу сказать, что такие модели вы можете купить всегда в магазине Модельная Лавка. По промокоду вот этому вы можете получить скидку в 200 рублей, а по промокоду Даша скидку в 10%. Итак, пошли смотреть, как я сделала эту каракатицу. Модель меня привлекла своим прототипом. Некие диссонансы. Катюша и на Chevrolet. Очень странно, ведь я всю жизнь считала, что Катюши ставились либо на грузовики Z6, либо же на знаменитые студобекеры. Так что эта модель меня заставила углубиться в историю, которую я вам сейчас и поведаю в процессе работы над моделью. Начала я со сборки ходовой части. Сборка была легкая и приятная, как и все модели от ICM. Модели от этой фирмы в последнее время у меня вызывают только очень приятные чувства. Нет излишней раздробленности на детали, как у мини-арта. И нет излишнего упрощения деталей, как, например, у АВД. Стыкуемость на очень приличном уровне. Но к некоторым моментам есть вопросы, и о них я скажу чуть позже. После сборки шасси я принялась за сборку кабины. И тут меня сразу ждал неприятный сюрприз. Очень некрасивый шов крыши, и мне его пришлось зашпаклевать. Далее я примерила кабину на раму. И знаете, а получился довольно симпатичный грузовичок. Мне такие нравятся. Он компактный что ли. И обратите внимание, что мордочка у него сразу выдает американское происхождение. Есть в нем что-то от Studebaker. Также обратите внимание на колеса. Шины отлиты вместе с дисками, что не очень хорошо. А сами колеса состоят из двух деталей, между которых образуется тоже некрасивый шов. Кстати, Studebaker у i7 выходил несколько лет назад. Я его тоже собирала. Но видео на канале о нем у меня нет, так что я могу вам показать только его фото. Ну и примерю саму установку реактивного миномета. Теперь образ машины стал цельным, и можно начинать переходить к окраске. Кстати, я очень люблю военные автомобили. Поэтому на моем канале вы можете найти видео про немецкий внедорожник Штовер. Я очень рекомендую его посмотреть. А на моем втором канале, Даша Техник, есть несколько очень классных видео про исторические военные автомобили. Например, про военные автомобили Германии. И также отдельное видео про ГАЗ-64. Ссылочка будет на канал в описании. А краску я начала с грунта. И тут я использую желтый грунт от омой из баллончика. Желтый грунт неплох для зеленой базовой краски. Но я все же скучаю по своему черному грунту. Вспоминая о Ленд-Лизе, а точнее об автомобильной его части, в первую очередь заводят речь о Уиллисе или Студобэкере. И действительно, это самые известные и массовые автомобили Ленд-Лиза. Но затрагивая Студобэкер, никак нельзя не вспомнить, что легендарный Уэс-6 являлся всего лишь одним из вариантов двух с половиной тонного трехосного стандартного грузовика армии США, что он возник под влиянием не менее известного Джимми, GMC. После грунта я нанесла легкий пришейдинг, то есть затемнение на те места, куда на реальной машине меньше всего попадает свет, то есть на нижней поверхности крыльев, раму и прочие элементы. Например, пространство внизу рамы пусковой установки. Но и Джимми вовсе не был основателем династии. Для него были заимствованы кабины, оперения, мосты, а также другие детали от по-настоящему оригинальной и всем им предшествующей машины несколько другого класса. Более легкого полуторатонного полноприводного армейского Chevrolet семейства G7100. Именно Chevrolet первым пропахший порохом Второй мировой войны можно по праву считать прародителем великолепной троицы Джимми Студер Интер, хотя сам он получил гораздо меньшую известность и со временем оказался изрядно подзабыт. Еще в 1935 году в отделении Chevrolet фирмы General Motors на базе коммерческой модели RB был разработан полуторный специальный армейский грузовичок с колесной формулой 4х4. Опыт этой разработки был продолжен в конце 1930-х годов, когда подобные автомобили понадобились в больших количествах. Основой для армейского Chevrolet с укороченной базой стала гражданская версия грузовика модель VB. Chevrolet серии G получил свои неповторимые оригинальные очертания в виде простой квадратной решетки радиатора, а также аллигаторного капота и простых открытых Г-образных крыльев. Эти элементы оказались настолько удачными, что практически без изменений перекочевали на создававшейся трехосной GMC, а по стилю и на многие другие модели разных фирм. А вот тут настал черед окраски Chevrolet в базовый зеленый цвет, и в качестве основы я возьму темно-защитный цвет от Zip. Кстати, обратите внимание, что рама, в отличие от большинства грузовиков того времени, красилась тоже в зеленый цвет, и это меня немножко удивило, но и одновременно мне очень упростило работу над машиной. Сам G7100 был создан в рекордно короткие сроки и появился в металле уже в конце 1939-х годов, а с начала следующего года стал поступать в армейские части. За годы войны машина стала достаточно известной, всего было выпущено 145 826 экземпляров моделей этого семейства. Зато самые распространенные его версии грузовик с универсальным кузовом G7107 и его вариант с лебедкой G7117 стали одними из первых ландлизовских грузовиков, поступивших в СССР. Уже в 1942 году наша страна получила около 2700 Chevrolet, и так их называли наши шоферы, читавшие надпись Chevrolet буквально. А потом в базовый цвет я добавила капельку охры и белого цвета, и полученной смесью я высветляю поверхность Chevrolet. В частности, я это делаю с дверьми, капотом и крыльями. Всего же за годы войны в СССР поступило более 47000 G7107 и G7117. Это более 42% от общего произведенного количества этих моделей. Chevrolet предназначались для боевых обхозов. Инженерного имущества использовались как тягачи 75-мм артиллерии и радиостанции, но и другие. После того, как основной цвет хорошо высох, я нанесла на него несколько фильтров за кадром, и, кажется, научилась с ними работать. Так что в последующих работах я буду чаще применять эту технику, и обязательно вам покажу все поподробнее. Ну а пока на этих кадрах вы можете увидеть, как я наношу проливку или смывку. Смывка – это жидкая масляная краска, которая отлично затекает во все углубления модели и тем самым выделяет рельеф, и делая модель более интересной. Смывку я рекомендую делать по глянцевой поверхности. Обратите внимание, как классно отлита выштамповка Chevrolet на боковой крышке капота. Машина в целом пришлась по вкусу. Она более мощная, нежели отечественные автомобили того времени, маневренная и с хорошей проходимостью и теплой кабиной. Впрочем, по поводу мощности G7107 есть неясность. Зарубежные, в том числе заводские источники, указывают ее как 83 лошадиных силы, в то время как наши справочники единодушно повышают ее до 93 лошадиных сил. Опечатка? Возможно. Но неужели все отечественные составители справочников и авторы публикации в 1940-е годы руководствовались одним лишь единственным оригиналом, в который вкралась ошибка? Ведь с поставками машин шла весьма солидная и разнообразная заводская документация. Поэтому возможен второй вариант. Первая партия прибывших в СССР Chevrolet имела более мощные двигатели. Это действительно имело место быть в некоторых модификациях, но считается, что к нам они не поставлялись. Именно их данные были перепечатаны и больше не корректировались. Так или иначе, но даже законными 83 лошадиными силами в условиях военного времени можно было воспользоваться отнюдь не всегда. И дело было больше в дефиците бензина. В то суровое время он восполнялся в основном так называемым крекинг-бензином второго сорта, весьма губительным для импортных двигателей, рассчитанных на более качественное топливо с высоким октановым числом. Реальная мощность G7107 на нашем низкосортном горючем составляла всего от 63 до 68 лошадиных сил, что ощутимо ударяло по ходовым качествам машины. Кроме того, двигатель при такой эксплуатации требовал ремонта в среднем уже после 11 тысяч километров пробега. Из-за нагара выходили из строя свечи. Система смазки двигателя в наших условиях также оставляла желать лучшего, ввиду чего часто плавились шатунные подшипники. Мосты, как и двигатель, также были довольно сложными в обслуживании и ремонте. И часто приходили в негодность еще и гипоидные шестерни главной передачи на отечественных смазках. Зато у Chevrolet имелось и много удачных узлов. В первую очередь можно назвать легкий в обращении и надежный рулевой механизм. Прочную раму, хорошую мягкую подвеску, комфортабельную кабину с хорошей обзорностью, не перекашиваемый в движении кузов. Он жестко крепился сзади, а спереди скользил по вертикальным направляющим. К особенностям конструкции следует отнести также герметизированную систему охлаждения с тормостатом. Герметичный бензобак, расположенный внутри рамы, крепился он к правому лонжерону. Однодисковое сцепление с диафрагменной пружиной. И две независимые тормозные системы. Это ножной гидравлический с усилителем, тормоз и ручной механический. А вот тут я перевожу декали. Декаль у меня небогатая, всего два вида бортовых номеров. И конкретно этот номер принадлежит машине из неизвестного гвардейского дивизиона реактивных минометов. Далее я методом сухая кисть выделяю выступающие элементы на модели. И для этого я использую смесь масляных красок из болотного, желтого и аухристого цветов. И для этих целей я очень рекомендую использовать именно масляные краски, так как акрил из-за своих химических свойств не очень для этого подходит. Для своей полуторной грузоподъемности, хотя у нас на нее грузили изрядно больше, машина получилась весьма тяжелой. Вес в снаряженном состоянии 3520 кг. И в первую очередь из-за унифицированных GMC мостов, КПП и 4-х вальной расстаточной коробки. Но благодаря этому ходовая часть машины слыла весьма прочной. Субтитры создавал DimaTorzok Вот тут ручная работа. Мне надо окрасить покрышки в черный цвет, чуть приглушенный черный. Так как настоящий истинный черный цвет очень редко встречается в жизни. А для этой операции я использую краски от фирмы ICM. Субтитры создавал DimaTorzok И я совсем забыла про глушитель, и его тоже надо окрасить. А теперь настал один из заключительных этапов. Это масляные точки. И они еще сильнее разнообразят цветовую палитру модели. А теперь я растушевываю точки у уайтспиритом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну и в самом конце чуточку я припылю худовую часть Chevrolet. И все, модель почти готова. Сейчас вы увидите итоговый результат. И вот такая у меня получилась модель. А вы знали, что Катюша делали не только на базе ЗИСов и Студобекеров, но еще и на базе Chevrolet. Так что спасибо вам большое, что вы посмотрели это видео до конца. Не забывайте подписываться, ставить лайки, а также подписываться на мои социальные сети. Там вы можете посмотреть более детально фотографии всех моих моделей. До новых встреч. Пока-пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова